Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, сегодня сею вербину гибридную. Вы могли уже видеть, я делала короткое видео, что я замочила семена вербины на 4 часа. Но я решила сделать эксперимент и замочила их немножечко подольше, где-то на 24, даже меньше, чем на 24 часа получилось так. А вот потом немножечко подсушила их. Вот сейчас опять опрыскала, чтобы они не засыхали. У них очень твердая оболочка и семена вербины у нас очень трудно схожи. И поэтому вербина не всегда удается. У меня тоже она не всегда удавалась. Будем надеяться, что семена очень хорошие. Взяла я вот такие семена. Смотрите, вербина идеал от русского, по-моему, так сейчас скажу, да, от русского агорода. Мне знакомы эти семена. Очень красивые, запашистые, такие небольшие, 25 сантиметров. Эти кустики такие, скажем, стелящиеся. И вот такие вербина гибридная ромба ароматная и гранатовая звезда, дорогие друзья. Так, от какой фирмы? Сейчас я вам скажу. От фирмы Аэлита. Вот эти два сорта вербина гибрида от фирмы Аэлита. Но у нас больше никаких не было. Я вот купила такие. Семена, семян, конечно, предостаточно. И я думаю, что они нас порадуют. Всё-таки я заметила, они прежде были совсем маленькие. Они, конечно, увеличились в размере, полежав вот в растворе эпина. И вот первую коробочку, друзья мои, я уже сделала без вас. И сейчас хочу показать тот процесс, который я делала, чтобы вы знали, как я сею вербину. Приготовила питательный грунт от Аэровита. Заранее он у меня, значит, увлажнён. Увлажнён ложечкой. Вот так мы сейчас уплотняем нашу земельку, друзья. Сейчас я вот так повыше, наверное, сделаю. Хочу, чтобы вам было всё-всё видно. Вот, увлажняем, увлажнили земельку, утрамбовали наш грунт. И теперь берём наши семена. Я беру пинцетом, так очень удобно. И раскладываю их по поверхности. Где-то... Сейчас я вам увеличу, и вам будет хорошо видно. Вот так. Вот так. По поверхности. Где-то на расстоянии полтора сантиметра, потому что ёмкость небольшая. Вот так вот я их распределяю. Так. Немножко кропотливо, но это стоит того, чтобы, скажем, увидеть всю красоту наших растений. Растение вербина очень полезное. Оно не только красиво, оно и лечебное, дорогие мои друзья. А те, кто увлекаются магией, оно и магическое, любовное растение. Друзья, этот цветок очень-очень интересный, очень магический. Итак, продолжаем выкладывать наши семена, нашу вербену, вот таким способом, поверхностно, ни в коем случае ее не заглубляя, потому что прорастает вербена исключительно на солнечном цвету. Вот. И поэтому мы сеем ее поверхностно. Поверхностно. Так. Вот так вот. Сейчас. Вот видите, семян много, а плошка небольшая. Надо было мне взять и немножко побольше посуду. Ну, следующую, следующую плужку я возьму побольше. Вот. Вот так вот. Положили мы наши семена. Теперь что мы делаем, друзья? Теперь я беру и семена немножко придавливаю палочкой, как будто бы, чтобы земелька обнимала наше растение, но не очень глубоко, а так чуть-чуть, чуть-чуть, вот, чтобы было соприкосновение с земелькой. Вот. Сюда, кстати, можно еще одно семечко положить. Вот так. Это очень быстро. Не займет у вас много времени. Будем надеяться, что наша вербина, у нашей вербины очень хорошие семена, и они прекрасно прорастут. Так. Теперь что мы делаем? Как всегда, друзья мои, сейчас немножко уменьшу. Вот так. Как всегда, друзья мои, я использую раствор эпина. Сюда капнула две капельки, вот на этот бутылек. Ничего, это немного нормально. И вот так очень обильно смачиваю хорошенько, потому что никаких поливов до самых всходов мы делать не будем. Вот. Промочили. И закрываем нашей крышечкой. Вот. Нашей крышечкой наш контейнер. И теперь наши посевы я поставлю под лампу. Если у вас лампы нет, поставьте недалеко от окна в теплое место, чтобы температура была 22-20 градусов, и вербина у вас прекрасно прорастет. Дорогие друзья, будем ждать всходов. Вот видите, я подписала. Сегодня у нас 12 февраля вербина гибридная. А я поставлю под лампу, чтобы всходы, значит, у нас были более дружные и быстрее зашли. Итак, посеяли мы с вами вербину гибридную. Дорогие друзья, вот такое было небольшое видео про вербину. Сеется она очень просто. Самое главное, не делать ошибок, не заглублять, следить за всходами. Когда всходы появятся первые, тогда уже температуру можно снизить, переставить на подоконник, и вербина будет наращивать корневую систему. Итак, дорогие друзья, вот такое небольшое видео про посев вербины гибридной. Дорогие мои зрители, подписчики, всем вам желаю отличных посевов, замечательных цветов, ароматных на ваших дачных участках. Всем удачи, добра, позитива и совсем скоро увидимся. До скорых встреч, дорогие мои друзья!